Библейский портал экзегет.ру представляет И, судя по всему, его не было в изначальном варианте Псалтири. Давайте его прочитаем. Псалом Давида на единоборство с Голиафом. «Я был меньший между братьями моими и юнейший в доме отца моего. Руки мои сделали орган, персты мои настраивали Псалтири. И кто возвестил бы Господу моему? Сам Господь сам услышал меня. Он послал вестника своего и взял меня от овец отца моего и помазал меня Илеем помазания своего. Братья мои прекрасные и великие, но Господь не благоволил избрать из них. Я вышел навстречу и на племеннику, и он прокрыл меня идолами своими, но я, исторгнув у него меч, обезглавил его и избавил сынов Израиля в их ход поношения». Собственно, это краткая автобиография Давида, причем Давида тех времен, когда он еще даже не бежал от царя Саула. Вот он, маленький мальчик, подросток, скажем так, в доме своего отца, и уже там он начинает упражняться на музыкальных инструментах, уже там он поет Богу, и Господь слышит его, берет его и помазывает. В царих, здесь не сказано в цари, но на самом деле в цари, и до царствования ему еще далеко, но он уже предназначен для этого царствования, а потом он побеждает Голиафа в единоборстве. Конечно, ничего особенно интересного в этом псалме нету. Это такой постскриптум, но, может быть, это как напоминание. Напоминание для многих псалмов, которые носят имя Давида, когда говорится, что вот, смотрите, это псалом Давида или сложен Давидом. Но, кроме того, это напоминание о том, что все-таки все эти псалмы, все эти вдохновенные молитвы писали не какие-то ангелы, писали не какие-то абстрактные люди без биографии, но писали люди, сочиняли люди, вот, например, царь Давид, в каких-то конкретных обстоятельствах своей жизни. И вот с историей эти молитвы связаны неразрывно, с теми событиями, которые происходили в его личной биографии, с теми событиями, которые происходили со всем израильским народом, к которым привязаны многие из этих псалмов, как на реках Вавилонских, это Вавилонский плен, или когда Давид скрывался от Саула, соответственно, эпизод, когда он от него бежал и старался спасти свою жизнь, и что вот все эти молитвы, они не есть некоторая абстракция, которая вообще там вот на какой-то уровень нас выводит размышлений, но это то, что человек может произнести в определенный момент своей жизни и подобрать из этой книги то, что ему близко. Здесь и сейчас то, что по его настроению, состоянию, по событиям из его жизни сейчас ему подходит и соответствует его собственному опыту. Вот, может быть, самый главный урок, который дает нам этот 151-й, простите, псалом. Иногда он просто без номера идет, как такое дополнение, но он, конечно, со 150-м единство не составляет, он совершенно по-другому сделан. Но и на этом мы заканчиваем чтение псалтирии. Даже удивительно, что мы такую большую и важную книгу с вами осилили. Спасибо за то, что вы тоже над этим потрудились.